Проверка артерий – обязательная диагностика для людей, страдающих ишемической болезнью сердца. В современной медицине её делают рентгеноконтрастным методом – коронарной ангиографией. Благодаря коронарной ангиографии доктора могут оценить, насколько высоки риски сердечно-сосудистых осложнений у данного пациента. Просто в качестве сравнения. В ряде случаев пациент не подозревает, что у него есть ишемическая болезнь сердца, она, тем не менее, протекает и, в конце концов, вливается в острый инфаркт миокарда. Уже несколько лет в государственных больницах пациенты могут сделать эту диагностику бесплатно. Для этого нужно обратиться к кардиологу или терапевту, который даст направление на обязательное обследование перед коронарной ангиографией, анализы крови, ЭКГ и другие. При обнаружении патологии во время коронографии через небольшой прокол в руке пациенты устанавливают стенд для восстановления кровообращения. Это проходит намного быстрее и безболезненнее, чем экстренная госпитализация. Каждый день в нашей операционной проводится более 15 операций. Из них 15 как раз-таки коронарографий. И 10 из них переходят в стентирование, то есть операция на сердце, для лечения атеросклероза сосудов нижней конечности. И в день где-то делается дополнительно 2 имплантации ЭКС для работы и помощи пациентам с аритмиями. В среднем на ангиографии делается более 3000 операций в год, половина из которых – стентирование. Пациенты, которым операцию уже сделали, довольны и результатом, и качеством медицинских услуг. Было инфаркт, тяжело. Меня сразу на скорую сюда. Благодаря нашим грамотным специалистам из современной аппаратуре мне поставили стенд. Боль у меня ушла. Врачи напоминают, что при обнаружении у себя любых признаков патологии сердца – отдышки, тахикардии, боли в груди и других – нужно обратиться к кардиологу. Если же у вас участились приступы стенокардии и нет облегчения от лекарственных препаратов, а приступ длится более 20 минут, незамедлительно вызывайте скорую помощь. Юлия Руднева, Герман Баранов, Управда ТВ.